приветствую вас и в этом видео речь пойдет вот такой важной составляющей объемного анализа как скрытые сделки их идея заключается в том чтобы реализовать как правило крупный объем вне биржова аукциона скрывая реальный объем сделки в стакане и не привлекая внимания толпы и платформа wallfix позволяет отслеживать эти сделки и использовать их для анализа проблема заключается в том что биржа семьи не публикует цены скрытых сделок а лишь их объем и время поэтому мы не можем их отфильтровать на кластерном графике только через нижнюю гистограмму в меню setup vertical histogram limit хайдин в то же время биржи nice и nasdaq где торгуются и теев на индекс s&p 500 и nasdaq публикуют цены скрытых сделок и теев полностью повторяют динамику движения фьючерсов s&p и nasdaq но торгуются как обычные акции и анализируя одновременно и теев и фьючерс мы получаем дополнительную информацию которую нет у большинства участников рынка подробнее о том что такое и теев и как их можно использовать в торговле фьючерсами в видео по ссылке в описании итак с пивой это и теев на индекс s&p а и кью-кью-кью или трипл кью это и теев на индекс nasdaq и ключевое их преимущество в том что на и теев мы можем настроить лимиты для классного графика отдельно для скрытых трейдов в то время как биржа 7 не позволяет этого сделать и так минимум сетап лимит хайдин боли и у меня уже настроен лимит для скрытых сиков это пожалуйста он у меня на графике будет розовым цветом и активируется скрытый объем кнопочкой на панели управления 1 x как показывает практика ценообразование происходит именно на и теф то есть на с пивой если мы берем s&p индекс поэтому имеет смысл анализировать именно идти и и давать ему предпочтение как мы можем видеть по нижней гистограмме скрытых объемов намного больше чем обычных это имя та информация которая дает реальные преимущества на рынке когда мы торгуя фьючерсом анализируем и теев на индекс и так вверху у меня фьючерс на s&p и и теев с пивой а внизу фьючерс на nasdaq и и теев на nasdaq qqq либо трипл q и давайте на примере прошлой недели посмотрим как отрабатывал скрытый объем на с пивой и дал ли он нам какую-то какую-то важную информацию и в качестве дисклеймера сразу отметим что в этом видео мы не будем говорить о стратегиях использования скрытых объемов потом о точках входа и прочих подобных вещах цель этого видео показать что скрытый объем он важно что он влияет на рынок и показать почему это происходит а о возможных стратегиях уточках входа мы поговорим в следующих видео и так разворачиваем график с с пивой из прошлой недели на прошлой неделе посмотрим что нам давали скрытые сделки напомню они у меня отображаются розовым цветом и так зачастую по наблюдениям скрытые скрытый объем появляется на локальных экстремах и в частности на открытии рынка так видим на открытии рынка скрытый объем розовый кластер и с него мы сделали движение наверх и затем этой точки мы дважды отработали short эту цену и еще важный момент скрытый объем может пройти по любой цене это значит что два рыночных участника заключили сделку по оговоренной цене и такая скрытая сделка может отображаться в любом месте на графике но для себя мы можем отмечать этот уровень как уровень который интересен крупному капиталу далее мы опять видим скрытый объем по этой цене и это нам говорит о том что на этот уровень нужно обратить внимание и далее перед закрытием рынка сна пробила вверх этот уровень вернулась на ретест мы здесь опять выбери скрытый объем из этой зоны ушли наверх и под закрытие дали небольшое движение и впоследствии у нас опять был скрытый объем на закрытие и на постмаркете и переходим к следующей сессии видим уже скрытый объем вблизи этой важной цены а в моменте у нас был скрытый объем на 5 вблизи экстрама и после которого мы сразу пошли вниз видим скрытый объем на консолидации который сначала отработался в short а затем мы его уже одерживали блок обратите внимание какая плотная долгая консолидация была именно в этой зоне и далее довольно хорошее движение наверх также была попытка удержания скрытых объемов здесь и 95 был скрытый объем на локальным экстрамуме на откате вот в этой точке плюс был здесь большой объем обычный стандартный объем и опять под закрытие то есть этой точке как и на предыдущей сессии мы ушли наверх только дали куда более значимое движение и обратите внимание насколько много объема было проторговано по цене с 422 скорее всего это цена интересна крупному капиталу и там будет происходить что-то интересное помещаем для себя эту цену и смотрим что у нас было на следующей сессии опять скрытый объем на открытие от него мы идем вниз далее скрытый объем на откате опять локальный экстрамум и отсюда мы идем наверх то есть уже какой вывод можно сделать по двум сессиям именно после того как выбивают скрытый объем не всегда но зачастую рынок разворачивается и идет в обратную сторону и далее мы ретестим уровень который мы провели по скрытым по скрытым объемам предыдущей сессии мы видим что рынок пытался его удержать мы видим обычный объем но на пробивает уровень и несколько минут стоит выше этого уровня плюс у нас появляется объем уже выше этого уровня обычный объем и скорее всего на минутном графике либо на сика вам здесь была хорошая спокойная консолидация и точка входа и далее сильнейшие движения с этой точки если бы у нас не было графика спивай то мы бы никогда бы не обратили внимание на эту цену это именно то что дают нам скрытые объемы это попытка заглянуть за кулисы это реально огромное преимущество в торговле далее идем это уже у нас пятница опять объем на открытии рынка примерно с этой точки мы потом пошли наверх объем на откате опять локальный экстремум постфактум скрытый объем уже по хаям сессии и попытка его удержания далее откат и опять скрытый объем на локальном экстремуме на локальный минимум и как и в прошлых сессиях мы после этого объема скрытого даем неплохое движение под закрытие это уже был третий раз подряд за неделю когда под закрытием на коррекции нас выбиваю скрытый объем и идет движение наверх вот такая закономерность и сегодняшняя сессия уже сразу бросается в глаза этот уровень видим как много скрытого объема деле было проторговано и именно с этой точки у нас пошло сильное движение наверх почти в полпроцента также видим скрытый объем по данной цене и потом зеркальную отработку этого объема и еще одну зеркальную отработку скрытого объема видим на локальном экстремуме на консолидации также обращаю внимание на наличие в волфиксе гистограммы построены исключительно по скрытым объем переходим настройки гистограммы сетап стадис horizontal histogram и в поле тайп выбираем хранит x скрытые трейды окрасим ее в розовый и видим гистограмму боковую построенную исключительно на скрытых трейдах и уже с уверенностью можно сказать что данная цена является одной из ключевых в моменте если мы вернемся сюда на ретест то отсюда смело можно смотреть точку входа на младших таймфреймах и если мы расширим график то можем посмотреть насколько больше скрытого объема по торговывается чем на обычном объеме мы видим максимальный объем по скрытым сиком это 22 миллиона акций в то время как обычного объема у нас всего лишь 342 тысячи таким образом анализируя одновременно и те и фьючерс мы получаем огромное преимущество перед другими участниками рынка мы видим самые крупные сделки мы видим по какой цене они проходили и на основе этого можем принимать торговое решение если у вас есть вопросы по данному функционалу просим вращаться в нашу техподдержку по контактам в описании благодарим за внимание и хорошего дня